привет всем приступаем к сборке нового гелендвагена от амии на шасси cc02 посмотрим на комплектацию это четыре шины жесткие прям шоссейные регулятор скорости кузов который нужно будет полностью вырезать много хрома подготовку под цвет запаска будет пластиковая к счастью дополнительного веса нету идут тяги стойки здесь шестерни или что это не знаю пока а также стойки для амортизаторов поворотные кулаки диски пластиковые но здесь неудивительно карданы такие маленькие и тоже пластик естественно дальше идут части которые устанавливаются на саму раму здесь редуктор и возможно даже раздатка или это одно целое будет нет одно целое редуктор амортизаторы пластиковые корпуса светодиоды вот с таким вот модулем комплекте коробочка это у нас рама рама идет пластиковая пластиковая рама будет проставки для амортизаторов мосты корпуса мостов тоже пластик и здесь уже идет крепеж мотор металл в мостах будет установлен по моему мосты можно сделать свободными а можно заблокировать сейчас посмотрим смазки тоже присутствуют и пружины и всякого помелочи инструкция для G500 и маски на окна либо делать прозрачными либо затонировать а вот эти все наклеечки придется полностью вырезать и это большой минус опять Tamiya при сборке колес Tamiya нам говорит что клеить шины к дискам не нужно а просто диски поставить в шины шины достаточно жесткие внутренних ставок здесь не планируется и если их просто вставить я считаю что в жестком каком-то гряземесе просто шины начнут проворачиваться на дисках и все даже не знаю наверное лучше приклеить ну а здесь Tamiya как обычно в редукторе пластиковые шестерни и все на втулках никаких подшипников здесь нет вот так редуктор выглядит внутри и вот редуктор в собранном виде далее устанавливаем мотор который в комплекте вместе с пиньоном и выставляем зазор я думаю удобно выставлять зазор только на снятом редукторе а так как еще здесь пластиковая моторама то это честно говоря не внушает доверия ненавижу Tamiya куча отверстий куда нам нужно сделать закладные из гаек то есть здесь гайка 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 и это еще не все только вот потом так прикручиваем всю эту нашу пластиковую раму даже есть дополнительные вот такие вот элементы куда нужно поставить гайку потом прислонить к раме и потом вот сюда к кузову и закрутить представляете какая жесть и Tamiya получает приз за самый ужасный конструктив который я только видел обалдеть все такое вот крепится все непонятно как эти закладные тут там жесть рама готова которая вообще почти ничего не весит дальше будем крепить редуктор с мотором на раму и при сборке их не забывайте сюда закладывать гайки то есть должно быть четыре гайки на которые мы будем крепить их карданы здесь ни разу не надежные ну пластиковые понятно может и пластик выдержит в этих местах но вот этот вот крестик при сильных каких-то нагрузках может просто сорвать и все то есть вот эти две лапки вот так разъединяться и он вылетит дальше собираем дифференциал здесь два варианта вы можете его сделать либо свободным с помощью вот таких вот сателлитов либо заблокировать с помощью вот таких вот шестеренок ну даже шестеренками их не назвать я буду дифференциал блокировать и сборка выглядит так а то какой же это внедорожник со свободными диффами дальше соединяем вот так вот одна часть готова и вторая часть примерно такая же делаем так эти вроде одинаковые делаем так сверху наш блокиратор и дальше соединяем вот такое строение заднего моста получаем опять же никаких подшипников все на пластиковых втулках добавляем еще одну шестерню главной пары и теперь просто можно закрыть и закрутить оба моста готовы пластиковые тяги вот такие вот здесь опять же будут втулки пластиковые стоять снаружи и рулевая тяга ну достаточно прочная идет плюс такая тоже здесь даже с металлом и пластиковые карданы все к счастью пока легко вращается и задний мост здесь все намного проще просто 4 тяги кардан и сам мост амортизаторы будут полностью заливаться маслом и масло есть комплекте вот такого вот красного цвета вот так вот выглядит у нас полностью собранная рама мотор редуктор батарейный отсек странного вида и все еще пластик металла практически нету но все в стиле тамеи вообще считаю что тамеи делать такие лайтовые тачки не стопроцентные гряземестные монстры так лайтовая объясню почему потому что во первых здесь устанавливают на серву серво сейвер ну что они хотят сохранить вот этот сервопривод да честно говоря с ними ничего не случится даже в критической ситуации когда колеса упрутся может быть они переживают за свой пластик вот этот пластик рулевой может он сломается или кулаки слабенькие наверное потому что объясню что такое серво сейвер который будет находиться между сервой и качалкой то есть момент когда колеса куда-то уперлись без разницы либо в жесткой грязи либо к стене хотя тачка легкая блин тачку повернет быстрее и в этот момент колеса уперлись серво пытается повернуть да и здесь срабатывать серво сейвер вот он люфт то есть серва продолжит поворачивать серво сейвер сработает качалка будет впустую крутится и это как бы минус даже в какой-то жесткой грязи вы попытаетесь повернуть колеса хотя серво может справиться а серво сейвер вам это не даст я эту штуку выкину покажите мне хотя бы одну трофейку на которой стоит серво сейвер фигня игрушка просто это на грузовиках они ставят ну там ладно но не на трофе же на вашем да гелики g500 так что бред ни на одной трофейке не ставят серво сейвер все напрямую серво качалка рулевая тяга все наверное переживают за свой хлипкий пластик дальше а здесь нету слипера сцепления вот и я думаю именно поэтому тамея говорит блин не клеите не клеите колеса потому что если мы не приклеим сейчас то можете посмотреть у меня обзор на грузовик 1к16 масштабом vpl по моему вот в жесткой грязи когда он застрял колеса все уже прям там сцепились грязь в единое целое и там у движка еще есть мощность и начинают проворачиваться диски вот он слипер сцепления чтобы не сорвало их кардан из крестовины чтобы их силумин к мостах не развалился и я думаю здесь именно эта задумка ну не должны шины просто так болтаться на дисках их нужно обязательно клеить и я думаю здесь тамея переживает именно поэтому вот вам слипер сцепления бюджетный плюс вы сэкономите еще и клея я буду клеить я уберу этот дурацкий серво сейвер поэтому все в лучших традициях как на нормальных трофейках будет установлено серво качалка и приклею шины к колесам шины к дискам до диски к шинам без разницы устанавливаем сервопривод а дальше с помощью вот такого вот устройства серво тестера выставляем в центральное положение выравниваем колеса подключаем качалку в самый центр чтобы смотрела вот так вот и потом на выровненные колеса подключаем тягу что касается регулятора который в комплекте он подходит как для коллекторных моторов так и для без коллекторных моторов и для достаточно прилично если вы используете его с коллекторным мотором то подключать вот этот оранжевый провод не требуется нужно воткнуть только синий и желтый о какой получился mercedes ну вот собственно он с некрашенным кузовом полностью на стойках стоит естественно потом поставим свет покрасим его но выглядит вот так честно говоря но размер сами понимаете небольшой да и он ощущается как игрушка вот не более то есть прям вот после каких-то трофеек такая ну машинка машинка такая бип-бип ездит и все так сейчас конкурента поставлю а конкурент у нас вот mst cfx есть cmx но не советую лучше cfx все-таки версию примерно база у них одинаково идет колеса даже одинакового размера и обе ощущаются такие как игрушки но хотя вот mst cfx будет потяжелее этот все-таки легче до mst cx есть металл это металлическая рама и я считаю все таки более такая подготовленная модель для трофе для гряземеса для жесткого вот но мосты смотрите практически одинаковые у мерс кучи минусов вижу то есть тяги выступают снизу у mst cx такого нет здесь плоско тяги идут там вот уже уходит вот поэтому проходимость явно хуже но есть вариант как раз сравнить их по бездорожью и здесь смотрите как редуктор стоит а то есть выпирает реально блин это прям вот цеплять будешь везде у mst cx но в этом плане все четко как у старших братьев у нормальных трофеек вот поэтому все-таки блин вот тамия есть тамия как какая-то игрушка так-то клиренс у них примерно одинаковый да получается но рама у тамии чуть-чуть выше расположена чем у mst cx и у mst cx есть еще раздатка нет ли я короче если вы покупаете то я вам сразу рекомендую лучше взять mst cx вот тамия не брать хотя тамия как бы получается вроде как дешевле в этом плане mst cx конечно подороже даже в таком масштабе выходит а базу кстати удлинял вот и еще сервопривод здесь можно поставить двумя способами то есть как я сделать горизонтально вместе с шаськой лип поставить вертикально но это кто как хочет уже я поставил так потому что мне так удобней если что бампер скинул и менять качалку там или прочее а так потом снизу там попробуй подлезай проблематично будет и в принципе все так что друзья мои давайте в следующей части добьем эту тамию в смысле доделаем ее покрасим кузов поставим оригинальный цвет обклеим весь этот гелендваген посмотрим как он будет смотреться уже собранном виде и самое главное посмотрим как эта шась едет а потом на втором канале я думаю надо замутить сравнительный тест против mst cfx на копейке вот у меня белая копейка это у меня и посмотрим то есть кузов будет у обоих плюс-минус одинаково легкий а уже по шасси будет понятно ссылки внизу на трофейке найдете на копейные детали тоже там есть так что ждем следующую часть друзья мои пока